Всем привет! Продолжаем исследовать религию древних германцев. Краткое содержание предыдущей серии. Но самая главная точка, на которой мы остановились, это было то, что Один, он же Вутан, он же Водан, по словам, Один тот самый верховный бог, Эдды, то есть уже средневековых сказаний, причем реконструированных средневековых сказаний, это на самом деле не вполне имя, а может быть и вообще не имя, а это скорее кёнинг имени, то есть красочное определение, которым когда-то начали называть некоего бога, имени которого мы наверняка не узнаем. Мы собирались поговорить о том, кто же такой был Один, не как некая божественная функция, а вот, собственно говоря, конкретно, кем он царствовал, как он складывался, его отношения с людьми, и в конце концов, откуда он происходит как устойчивая мифологема. Если успеем, поговорим о мёде поэзии в конце. Хотя есть у меня такое стойкое подозрение, что скорее всего не успеем, и про мёд поэзии придется нам делать отдельный ролик, что, наверное, и неплохо, потому что тема интересная, и далеко не такая однозначная, как может показаться. Ну, казалось бы, мёд и мёд, то есть алкогольный напиток, что там про него говорить? Вот там есть у Сноу Рестужлуса на некая история о том, как Один его украл у великанов, и всё, говорить вроде бы не о чем. Нет, есть о чем, поэтому я не знаю. Если успеем, поговорим сегодня, если нет, я подозреваю, что нет, поговорим в следующий раз. Так у нас и будет называться ролик тогда мёд и поэзии. А сегодня ролик у нас будет называться... Ролик, лекция, наша беседа. Круглый стол, в конце концов, будет называться Боги, шаманы, воины. Вы когда-нибудь готовили отчёты? Претерпевали пытки от экселевских табличек? Научиться делать это легко и эффективно? Вот хорошая задача. И научиться мастерству прогрессивного аналитика данных. А заодно и стратегическому мышлению. Всё это вы сумеете сделать в онлайн-школе Skill Factory. Курс аналитика данных стартует в самом скором времени. Так что, комрад, держи ушки на макушке. И не теряй боевую готовность. Ты сможешь изучить мастерство на платформах SQL, Python, Google Таблицы. А заодно основы математической статистики. Когда учёба закончится, ты удивишься, когда решения в бизнесе и аналитике станешь принимать быстро и на основе точных научных данных. А не собственного, так называемого, житейского опыта или, не дай бог, интуиции. В твой арсенал попадут навыки выбора оптимальных инструментов аналитики. На курсе ты попадёшь в руки опытных наставников, которые всему обучат. А результаты проверят. Обратная связь налажена. Будьте любезны. Практика. Как известно, критерии истины. И учиться ты будешь на практических кейсах, которые потом можно будет смело занести в портфолио. Кроме того, в Skill Factory работает карьерный центр, специалисты которого помогут вам оформить резюме, подберут вакансии в компаниях-партнёрах и подготовят к собеседованиям. Не волнуйтесь, что без опыта работы вам будет сложно найти трудоустройство. Заходи на курс незамедлительно. И по промокоду CLIM тебя поджидает скидка 55%. Но это не всё. Любой, кто копит курс, получит целый набор курсов в подарок. Например, курс по созданию телеграм-бота, гид по составлению резюме, микрокурс по софтскилз и многое другое. В Новый год с новой карьерой. Узнайте больше о программе обучения и подарках по ссылке в описании. Итак, Один – это в позднем выражении центральная фигура вообще германской религии, дохристианской религии. Ну, как мы выяснили, центральной. Она стала относительно недавно, относительно поздно узурпировав главные позиции в элитарной прослойке где-то приблизительно в 4-5 веке нашей эры. Почему? Видимо, из-за углубившейся сепарации воинского сословия от общей массы германских этносов, германских племён и родов. Тут не нужно придумывать велосипеда, потому что есть вполне конкретная, универсальная для всей Евразии, и особенно для Запада Евразии, причина, а именно – великое переселение народов. Которое нанесло, прямо скажем, страшные удары по европейским территориям. Да и не только. И вот эти самые удары вывели на первый план именно профессиональные потомственные воинские корпорации. Для них, для германцев, это стало настоящей элитой общества. Вроде бы германцы вообще-то никогда не отличались мирным поведением. И об этом пишут все. Вот буквально от Оторозия, который описывал войны Кимуров и Тевтонов против Рима в конце второго века до нашей эры. До Тацета с его Германией. И Иордан в Гетике. Ну, и вообще в нашем сознании, что такое германцы. Германцы – это какие-то очень дикие, страшно воинственные люди. Почему я говорю, что вот только сейчас воинские профессиональные потомственные корпорации превращаются в элит общества. Наверное, они такими были всегда. Потому, что ведь вождь у германцев – это всегда воин. При нем есть дружина. И они вроде как управляют всем племенем. Это, конечно, правда. Так оно и было. Но мы видим, что в более-менее спокойные времена, например, когда сложилась империя, ну, точнее говоря, королевство франков в пятом-шестом веках, уже в нашей эре, при Карле Великом и так далее, всегда большую роль, а может быть даже главенствующую роль на поле боя играло ополчение. Потому, что, как мы только что с вами справедливо заметили, германцы вообще все были не дураки подраться. И если мы имеем большую массу свободных общинников, так у каждого будьте уверены, под сундуком припрятан там щит, копье, топор, может быть даже и меч или длинный здоровенный нож, тесак, лангсакс. И вот если что, они все собираются и выходят воевать. Естественно, этих крестьян, свободных общинников, всегда кратно больше, чем профессиональных воинов. И профессиональные воины на общем фоне исполняют, наверное, только какие-то условно-офицерские функции. Т.е. невозможно даже примерно сопоставить их вес на поле боя. Особенно, если учесть, что это именно все пехота в это время. Это все строго пехота у германцев. Когда я говорю, конечно, про империю франков. Королевство франков. Т.е. мировингскую эпоху. Еще не королинскую, а то, что было до того, от Хлодвига и далее. Так то же самое было и в более-менее спокойные времена античности. Т.е. ничего эта элита не могла сделать без огромной массы свободных общинников, на которых они опирались. А вот великое переселение все перетряхнуло. Во-первых, люди были сдернуты с мест привычного проживания. Они вынуждены были проходить иногда тысячи километров, чтобы найти новую родину. А потом приходилось ехать куда-то и искать новую родину еще раз. И вот на острие этого перемещения, конечно же, крестьяне идти не могли. Там должна была идти всегда профессиональная воинская элита, которая мобильна. Просто в силу того, что она обеспечивается большим экономическим базисом всего племени. Конечно, все эти перемещения были далеко не всегда успешны. Но, тем не менее, вот именно такие люди выходят на первый план. Т.е. потомственная, профессиональная воинская аристократия, которые не занимаются обработкой земли совсем, ремеслом которых является война и только война, а любое другое, как-то будь земледелие или, не дай бог, ремесло, все это грязное, очень сильно унижающее занятие. Нормальным является для германцев только война. Об этом писал прямо Тацет в Германии, когда описывал воинские корпорации своего времени у германцев. Ну, и чуть более раннего времени, учитывая, что он обладал некими источниками о более ранних временах, которых мы не знаем. Ну, а также теми, которые знаем. Ну, например, это сочинение Юлия Цезаря, конечно, записки о Гальской войне. Уже тогда для воинской корпорации, дружинной корпорации вокруг Рикса, князя, только война является смыслом жизни. Еще, конечно, важным является, как мы знаем из более поздних источников, некое творчество, т.е. стихосложение. Потому, что какое еще могло быть творчество в это время? Стихосложение. И второе – рассказывание хороших, интересных историй друг к другу. Т.е. то, что мы знаем под термином саги. Вот это тоже было для воинов вполне нормально. Потому, что сейчас вы не занимаетесь конкретным военным предприятием, зато можно рассказать друг другу интересные истории о предыдущих военных предприятиях, в которых ты участвовал сам, или в которых участвовали твои родственники, или какие-то люди, о которых ты наслышан. Самое главное, чтобы это было забористо и интересно. И, конечно, внутри этих самых воинских корпораций, внутри дружин складываются весьма почетные, давайте так назовем, функциональные должности. Т.е. сказители и поэты. Это скальды, о которых мы уже упоминали. Я уверен, что вы все знаете, что такое скальд. Поэтому специально не будем останавливаться на переводе этого термина. Поэт-сказитель. Они очень часто могли быть сами воинами. И, более того, забегая вперед, скажем, что лучшие, самые известные скальды уже средних веков – это всегда строго воины. Почему? Намекну. Потому, что мы об этом говорили ровно в третьей части наших бесед с вами. В прошлой части. Что ярость. То есть, то, что лежит в корне имени Вудан. То есть, Вуд, Од. Вот эта ярость, это не только ярость, это еще и вдохновение. Это озарение, это знание. Только знание не научное, как мы привыкли расценивать этот термин. Но знание, дающееся именно в озарении, именно во вдохновении. Ярость – это еще и вдохновение. Поэтому мы понимаем, что и для воина ярость полезна, и для поэта она полезна. Точно так же. И поэтому между воинским ремеслом и ремеслом поэта, если не стоит знак «равно», то знак «тождество» однозначно совершенно. Я не знаю, у математиков это как-то отдельно, равно и «тождество». Подскажите мне математики. Да. О, смотрите, мне подсказывают, что есть. Прекрасно. Я что-то еще со школьной скамейки-то помню. Про эту чуждую мне область знания. Вот меня Один математически не поцеловал. В темечках совершенно. Я считаю очень плохо. И вообще все очень плохо у меня с этим делом. Но, тем не менее, вот такая устойчивая структура, которая, да, до переселения была крайне важна, кардинально важна, но она была всегда несколько вне общества. Она и теперь с переселением находится несколько вне общества, но она начинает однозначно совершенно главенствовать, выходит на первый план. Мы понимаем, что все это вело к зарождению феодализма в полном смысле слова. Когда вот эта вот самая воинская прослойка станет не просто какой-то важной частью племени. Ну, уже не племени, а сначала протогосударство, а потом и государство. А потом просто превратится, собственно, в государство. То есть, аппарат насилия в руках правящего класса. Они именно станут правящим классом. Мы, рассматривая религиозные заблуждения и предрассудки наших прапрадедов, наших соседей, говорим именно об этом. Конечно, о становлении феодализма. Это еще не оно в полном смысле, но это такой далекий замах, который окончится формированием настоящей рыцарской культуры. Это их непосредственные предки. Непосредственные предки рыцарской культуры. Так вот. Дальше следует парадокс. Настоящий парадокс, о котором, честно говоря, очень интересно думать. Посмотрите, есть вот дружина. Есть фигура Рикса. Вокруг него его херсеры, то есть, воины. И у них божество войны. Ну, так это и раньше так было. Все в порядке. И даже, более того, было бы очень странно, если бы это было как-то по-другому. Собственно, а какой еще бог может быть у потомственных воинов? Ну, понятно, только бог войны. Ну, то есть, если рассуждать логически в отрыве от исторического источника, это должен быть аналог римского Марса. То есть, даже не Афина, которая тоже воительница. Ну, Афина все-таки это не просто воительница. Это богиня военной технологии, скорее, вообще технологии. Ее же зовут еще и богиня мудрости. А это вот Марс. То есть, именно солдафон, рубака и копьем пыряка. Но ничуть не бывало. Потому, что если мы посмотрим на германский пантеон, там нет мирных богов. Они там все так или иначе связаны с войной. В большей или меньшей степени. Даже боги плодородия так или иначе имеют некие военные атрибуты. И вот оказывается, парадокс-то в чем? Что нормальный бог войны, типа Марса или его аналогов в других племенах и народах, оказывается для новой элиты в новых условиях строго недостаточным. Вот это удивительно. Потому, что нормальный бог войны, если мы говорим о германцах, это донор. Он же Тор, он же Индра. Если мы вспомним наших далеких индорийских родственников. Он же Перкунос, он же Перун. То есть, победитель змея, громовик, бог воинов, извергающий молнии, поражающие врага на дистанции, скачущий на небесной колеснице. Тут же есть бог неба. Это Циу. Он же Тиу, он же Тюр, он же Дьяус, он же Зевс, он же Юпитер. Понятно, мы об этом рассуждали уже не один раз. Не буду специально останавливаться на этимологии. Ну, господи, что там далеко ходить? Даже миролюбивейший бог Бальдр. Ну, вот вы помните эту знаменитую историю о жертвоприношении. Бальдр, мы о ней отдельно поговорим. Вот Бальдр по Эдди, это почти ангел. Он настолько чистый, светлый, непорочный, мирный, добрый, хороший, что все боги его просто очень любят. Я подозреваю, в этой семейке в изложении с Норрис Турлсона он в самом деле как-то очень здорово выделялся. Потому, что он не такой друговатенький. Не такой, как все. Но, если мы отвлечемся от исландской традиции Бальдра и обратимся к датской традиции, то мы увидим, что Бальдр там совершенно другой и вообще ничем, ну, или почти ничем не отличается от своих родственников. Он такой же зебияка, воин, герой, ничего особенного. Правда, конечно, заканчивает жизнь так же нехорошо, как его исландский аналог. Парадоксальным образом получилось, что все эти самые боги-воины и даже профессиональный бог-воин, то есть, донор, не годится. Почему? Нужен бог. Какой? Многофункциональный, мультифункциональный. Просто потому, что замкнутый, самодостаточный коллектив, каковым является дружина, требует очень специфического символизма, который покрывал бы огромную массу компонентов. Какую покрывает и все общество. Вот то самое замкнутое, самодостаточное. Ведь что такое дружина? Это семья. Наш русский термин, дружина, который мы отлично знаем по нашим источникам, он очень точно его описывает. То есть, это люди, которые как минимум дружат. А вообще-то, конечно, они имеют именно родственные основания связи. Пускай они не кровные родственники, чаще всего не кровные родственники, но Рикса, князя, связывают с его непосредственными воинами именно семейственные отношения. То есть, они для него дети. Опять же, родственные к германцам, наша русская традиция, прямо описывают это отроки. Они называются отроки. Люди, которые поступают в дружину, это отроки. То есть, дети в полном смысле слова. И только потом они превращаются в гридни. Кто такой гридни? Гридни это человек, который сидит в гриднице. То есть, в пиршественном обеденном зале. И, естественно, принимает там пищу и подарки вместе со своим князем Риксом, в смысле подарки от Рикса. Кстати говоря, может быть, отдаливается сам чем-то. Это строго родственное деление. А раз у нас есть родня, так мы имеем дело с семьей. Первичной, самой важной ячейкой общества. Просто эта семья несколько отличается по размерам от обычной семьи. Ну, там может быть 100 человек, 200 человек. Понятно, что такой семьи не бывает. Но, тем не менее, это семья. Она самодостаточная. В ней, как на подводной лодке, есть свое все. Там есть свои женщины, которых эти самые воины с собой приводят. Там есть своя некая экономия. Я не говорю экономика. А именно экономия в старо-греческом аристотелевом смысле. То есть, домохозяйство. Есть свои прибыли, есть свои расходы, есть свои задачи. То есть, вы понимаете, это функции, которые вообще целиком копируют любое другое общество. Просто туда еще властно вторгается важнейшая. Война, которая избрана в качестве основы ремесла и жизнедеятельности. И вообще смысла жизни. И вот тут оказывается, что Марс не годится. Потому, что у Марса рядом должны быть обязательно люди, которые заветочные, боги. Которые заведуют всеми вышеописанными функциями. А значит, у вас эта самая воинская корпорация в идеологическом смысле превращается в обычное общество. А реалии великого переселения этого насрога не допускали. Просто потому, что вздохнуть было некогда. Это правда. Потому, что посмотрите, как перемещались вообще германцы. Лангобарды несчастные. От Швеции до Северной Италии. Потом до Черного моря. И в конце концов от Черного моря обратно в Швецию. Оттуда в Бьярмию. В Пермь. Вот это я понимаю судьба людей покидала. Сейчас далеко не все путешественники, которые на самолетах летают, способны такие концы выдержать. А тут все на своих двоих. Для всего этого нужна была отдельная мифологема. Отдельный идеологический символ. Потому, что даже самая... Которая бы исполняла, покрывала бы те самые функции. Которые покрывает обычное замкнутое сообщество. А значит, нужна была некая рефлексия. То есть, говоря языком религии, освящение, сакрализация. И вот Один складывается в тех самых дружинах древних германских риксов. Естественно, до переселения. И даже, наверное, задолго до переселения. Потому, что если бы переселение наступило вот так неожиданно. Хопа! У них ничего не было бы готово. Просто не на что было бы опереться. И мы бы имели совершенно другой пласт мифологии, чем тот, который мы имеем теперь. Мифологии. Хорошо. Это я заикнулся вовремя. Очень получилось мимимишно. Складывание было до того. Нам об этом прямо начиная с Цезаря известно. Об этом мы говорили. Вспоминаем. Главный из богов является Меркурий. Эту фразу потом за Цезарем повторяет Тацет. И мы, как я уже говорил, не знаем точно ли это он сам выяснил из своих источников. Или он просто сослался на супер авторитетного автора, каким был Гай Юлий. Но, однако, потом так вплоть до Гальфреда Манмутского в 12 веке данная формулировка употребляется. Меркурий, понятно, это прототип Вотона, Одина. Как это получилось? Почему посланник Бегун Шалун, шутник, оказался в конце концов аналогом верховного божества очень сурового древнегерманца? Посмотрите, позапрошлую нашу лекцию, записанную еще в Паттайе. Надеюсь, ссылку по ссылке вы сможете перейти. Так вот, в отличие от древних индоевропейского происхождения богов, или прямо индоевропейских, а совершенно самодостаточных, Один – это фигура предельно синкретическая, составленная как калаш. Потому, что если Торы уверенно ассоциируются с Индрой, в едийской традиции, а Тюр – с дьяосом и так далее, то Один никак нет. Так не получится. Один включает в себя функции Рудры, об этом мы говорили, опять же, просто нужно это напомнить. Рудры – бога дикости и ярости. Варуны – вседержителя, хранителя справедливости, хранителя связи с законом Риты. Смотрите, Ригведу 10.14. И Ямы, он же има иранской традиции, бога мертвых. Первого умершего бога. Даже не умершего, а бога, который принес себя в жертву, чтобы открыть дорогу предкам. Ну, понятно. Индры и так далее. Если проводить средиземноморские параллели Меркурия, то есть, проводника и странника, и Зевса – вседержителя, то вот с Марсом Один легко ассоциируется. И даже более того, он очень легко ассоциируется с Аидом. То есть, богом преисподней, богом мертвых. То есть, понятно, что Один древен, как сама религия индоевропейцев. И зародился он, видимо, в качестве, точнее даже не он, а какие-то его предшественники зародились где-то там далеко, в Оренбургских степях, откуда колесницы индоевропейцев понеслись по Евразии в разные стороны. Или под Челябинском. Ну, как получится. Но рождение его, а точнее говоря, рождение его словесной иконографии, как монолитного символа, относительно молода. Ну, и взашествие на трон богов произошло по историческим меркам буквально три дня назад. Вот совмещение функций, связанное с конструированием нового бога. Не уникально. Совершенно не уникально. Потому, что мы помним, что в Ригведе имена богов снабжаются эпитетами, которые с течением времени становятся не только самостоятельными именами, но и полностью замещают старых богов. Потому, что классический пример это Шива. То есть, благой. Сначала это просто эпитет, которым, например, оснащался Индра. Потому, что Индра Шива это вполне нормальный термин, который употребляется в Ригведе. То есть, в Ригведе, в самом старом корпусе индоевропейских религиозных текстов, тогда еще не текстов, а устной традиции, Шива это был просто эпитет одного из богов и даже нескольких богов. Но мы знаем, кто теперь Шива. Шива это самостоятельное божество. А Индра находится где-то на задворках вообще знания. То есть, имена богов часто упоминаются попарно. Но индийское общество развивалось в своих тоже очень специфических условиях экономики, политики, географии. То есть, география была относительно замкнутая. Попасть туда непросто, в Индию. Экономика, основа политики, это очень благоприятный климат, великолепные урожаи. То есть, там было относительно спокойно в смысле физического выживания. По крайней мере, физического выживания, которое следует из добычи пропитания. Ну, а также там очень сложно замерзнуть насмерть. То есть, нужно конкретно постараться дойти до Гималаев и остаться там ночевать, там, где уже минусовая температура бывает. Понятно, что это наложило вполне конкретные черты на индийское общество. Индийское общество, подчеркиваю, это родственное древним германцам общество, имеющее общие корни. Оно, имея вот такую прекрасную экономику, прекрасный экономический базис, выделило из себя главенствующую варну, то есть, брахманов, то есть, учителей, поэтов, священников, святых. Вот это все вместе. Главное, варна. Не воины. Кшатрии. Мы знаем, там были постоянные проблемы из-за того, что кшатрии, которые обладали луками, мечами и копьями, постоянно пытались поубивать брахманов и, наконец, самим сесть править. Все это очень плохо заканчивалось всегда. Почему? Потому, что масса продовольствия, которое добывается без больших проблем, делает ненужным связь на постоянной основе, с другими племенами, родами и протогосударствами, а потом и государствами. Поэтому там огромная раздробленность с самого начала. Очень большая плотность заселения около плодородных земель. А значит, они будут постоянно воевать друг с другом, поэтому нужен кто-то, кто несет древние понятийные законы, которые могут просто развести всех этих людей по странам, чтобы не перерезали друг друга. Это были только брахманы. Понятное дело. Ну, по легенде, вообще всю эту ужасную конетель, когда к шатре куда-то лезли, пытались кого-то убить, прекратил лично Рама, который аватар Вишну, его воплощение. То есть, Вишну через Раму это дело прекратил. А вот у германцев с экономикой было все немножко по-другому, потому, что у германцев, как мы понимаем, экономика базировалась на крайне нестабильном, по меркам, естественно, Индии, крайне нестабильном сельском хозяйстве. То есть, там можно было спокойно умереть от голода. И сейчас мы знаем массу археологических находок мумий германских. Они, естественно, происходят из ютландских болот в основном. И мы очень хорошо знаем, чем они питались. Основой рациона была каша. Из нескольких, иногда из нескольких десятков злаковых. В основном это пшено, семена льна, рожь и что-то такое. То есть, что-то очень сильно неаппетитное. Я думаю, что и мы, и индийцы того же самого времени... Мы сейчас, а индийцы того времени, о котором мы говорим, они бы сильно удивились, что воин должен, извините, таким питаться. Это же просто не здорово. Поэтому элементарно еды для того, чтобы содержать этих самых брахманов, как отдельную варна у германцев, никогда не было. Но если мы вспомним о временах до Великого переселения, то есть, о тех временах, о которых писал Юлий Цезарь, о которых писал Тацет, на которые указывал Орозий, то мы увидим, что там есть жрецы. Мы об этом говорили в прошлый раз, но жрецов мы видим. Конечно, они не превратились в настолько рафинированную, философствующую прослойку, как брахманы в Индии, но тем не менее они есть. Но после переселения жрецов у германцев не остается. А особенно у северных германцев, которые проживали в самых суровых условиях из всех перечисленных. То есть, у скандинавов. Там остаются только воины. И только одна вообще-то эта брахманическая функция у них сохраняется в качестве самостоятельной. Это предсказания. Предсказатели, в том числе женщины-предсказатели, присутствуют. Все остальные функции полностью узурпируются воинами. Вот эта специфика быта и общества германских племен. И отсюда же мы должны выйти в то, что описано в очень важном для нас, но крайне неоднозначном историческом источнике. Это сага об инглингах. Это сага о древнейшем скандинавском королевстве, о древнейшем скандинавском государстве и о древнейшей скандинавской державе, которая происходит напрямую, как они считали, от тех самых древних богов. Это все история пятого века уже нашей эры. Понятно, что она на 90% легендарная и на 8% былинная. И только там 2% какой-то истины можно вычленить. По крайней мере напрямую изложенной. Исходя из компаративистики и внутреннего контента анализа самого текста истины. Там, конечно, гораздо больше. Она очень интересная, эта сага. Так вот, сага об инглингах. Что она нам говорит? Что первым королем был Один. То есть, Один это человек, получается. Но мы же точно знаем, что нет. Потому, что это напрямую вступает в противоречие со всем корпусом религиозных источников, которые мы имеем по заданному вопросу. Вот Один это человек, который научил всех писать рунами. Который повелел коренировать себя после смерти. Потому, что таким образом дорога на небо самая прямая и самая быстрая, опять же, это четкий совершенно индоевропейский параллелизм, который прослеживается в той же Ригведе, где прямо сказано, что огни, то есть, огонь, это уста богов. Потому, что боги этими самыми огненными устами поедают и жертву, и уважаемого покойника, перенося таким образом его с дымом вместе непосредственно к себе. Видно еще раз, что это очень сильно родственные культуры, происходящие из единого корня. Так вот, Один это человек, Один, который основал государство, основал династию, основал, дал людям знания, дал людям ритуал, в том числе ритуал кремации. Но ведь этого же не может быть. Я практически убежден в том, что это ретроспективное прочтение тех или иных источников. То есть, была сначала какая-то группа божеств, которые потом функционально слились воедино, потом их назвали довольно поздно, я убежден, опять же. Тем самым именем Один или Водан, в зависимости от народа, о котором мы сейчас говорим. И потом, как это очень часто бывает, уже в совсем-совсем позднюю эпоху, кто-то придумал, что вообще-то неплохо бы вывести бы нашу династию, уважаемую правящую, от кого-то самого уважаемого. Но кто бывает уважаемее Одина среди войн? Да никого. Поэтому, конечно, какому-то реально существовавшему древнему королю, или как тоже иногда встречается в истории группе этих самых конунгов, приписали, что давайте вот так вот этот персонаж былинный, которого мы знаем, давайте это будет, наверное, Один. Мы же все равно точно не помним, как его зовут. А если помним, так может быть и неправильно помним. Но Один. Пускай будет. А мы от богов все происходим. Точнее, даже от главного бога. Таким образом, посмотрите. Согласно нашим воззрениям, всех богов-асов родил Один. Так и нашего конунга родил Один. Поэтому он равен богам. О, как здорово получается. Я думаю, что идея была именно в этом. Потому, что невозможно иначе поженить две эти самые информации, которые мы потерпываем из религиозного текста и из текста саги. Скорее всего, это ретроспектива. Хотя, конечно, я думаю, что когда-то возможно это даже не моя реконструкция, а некая моя художественная идея, что возможно, вот какой-то конунг, который в самом деле возможно является родоначальником династии Инглингов, когда-то возможно набрался наглости настолько, чтобы когда его спросили, как ваше имя отчество, сказать, а я, знаете, я Один. Вот так. То есть, это вполне возможно. Хотя, повторяюсь, проверить мы это никак не можем вообще. Так вот. Что-то я разорался. Нужно поспокойнее. Так вот. Нет, опять ору. Ну, ладно. Черт, мне нравится просто эта история. Я поэтому буду разговаривать экспрессивно. Один это не человек. Один это, конечно, бог. Причем, бог слитый из представлений о нескольких богах. Почему? Мы только что говорили. Под молотом. Мощнейшим молотом, который обрушило великое переселение народов на все европейское общество. И под этим молотом выковались и новые боги в том числе. Так вот. Сейчас в литературе есть, наверное, один из общих моментов, который говорит об Одине как о шамане. Потому, что у Одина в самом деле есть масса чисто шаманских функций. А скандинавы, ну, опять же, откуда это происходит? И скандинавы. И скандинавы, во-первых, имели, а древние германцы все вместе, имели вполне конкретные шаманские корни. Они отлично знали, что это такое. Скандинавы постоянно якшились с чуть менее развитыми финнами, с лапланцами, у которых шаманизмом тоже все было в полном порядке. У них было просто у кого нахвататься, у кого набраться, у кого подсмотреть. В конце концов, это же интересно. А Один выполняет массу шаманских функций. Он проводник в мир мертвых. Шаман этим занимается. Он сам спускается в мир мертвых, где пробуждает к жизни, например, старую прорезательницу Вельву и выпытывает у нее некую информацию, чтобы потом ее обратно усыпить. Это шаман. Это настоящий шаман в полном смысле слова. Поэтому, конечно, наверное, сейчас никто всерьез не считает, что Один это был в самом деле какой-то реальный шаман. Но это некая функция группы поколений, шаманов, которые в конце концов перенеслись на имя божества. Я категорически противник этой трактовки. Почему? Потому, что шаман это человек, который совершает некий ритуал, некую магическую формулу произносит, рисует, некий символ, подчиняя себе таким образом тот или иной дух из потустороннего мира. То есть, шаман не договаривается с духом, он командует духом. Один этим не занят. Совершенно. То есть, главная функция, главное отличие вообще шамана от кого-либо другого, от жреца. Жрец поклоняется Богу. Да, поклоняется. Он может вступать с ним в деловые отношения. То есть, я тебе принесу, как говорил в замечательном сериале «Рим» видный религиозный деятель Тит Пулон. Дорогой Марс, если ты вытащишь меня из этой передряги, а конкретно из карцера, я принесу тебе в жертву упитанного ягненка, если договорюсь о цене. Если не получится, шесть голубей. Вот это жреческие формулировки. Совершенно точно. Но даже это деловое отношение между Богом или Богами и человеком, это не подчинение, которое должен осуществить шаман. А Одина нет этого. Один не осуществляет такого рода действий. Отсюда вывод, что Один, конечно, это не шаман. Один – это полноценное божество, которое пришло из архетипических воззрений глубокой древности. Далее следует представление об Одине как о боге мертвых. И вот это будет у нас мостик, связь, религаре между первой частью нашей беседы и второй частью нашей беседы. Потому, что да, с одной стороны, Адам Бременский писал, что «воден эдист фюрер», Один – это ярость, и он является богом мертвых. Потому, что где он царит? Он царит в Вальхалле, в зале павших. Там вполне очевидно собираются умершие. Но это категорически неверное прочтение. Потому, что да, он забирает к себе души после смерти, но он их забирает не к смерти, а к жизни. То есть, если мы считаем Вальхаллу миром мертвых, то мы должны считать миром мертвых христианский рай, мусульманский рай и так далее и тому подобное. То есть, это царство зомби получается, правильно? Но ведь никто всерьез не говорит из религиозных людей или исследователей религии. Это жизнь. Это загробное, но именно что жизнь. Поэтому Вальхалла – это царство живых. Вполне очевидно. Да, конечно. Вальхалла – это не жизнь вечная христианская традиция. Это жизнь вполне конечная. Причем конечная страшным образом. Но этот страшный конец постигнет не только людей, а он постигнет и богов тоже. Но об этом мы отдельно будем говорить. О гибели богов. Так вот, кого Один забирает и, собственно, как он забирает. Где он царствует? Коль скоро его признали, в конце концов, определенная группа людей, все отцом, отцом богов, куда он забирает души. И какие? Потому, что в германской мифологической традиции, религиозной традиции есть вполне хорошо прописанное, подробно описанное другое царство мертвых. Это хель. От которого происходит английское слово hell. То есть, ад. Там же хельхайм, то есть, дом хель. Вот туда в самом деле попадают умершие. Это мы точно знаем и из ведения Гюльви, и из прорицания Вельва из Вилюспы. То есть, из старшей Эдды Сэмунда, стихотворной, песенной. Из сага с кальдической поэзией Дианидана в саксоно-грамматике. И бог знает еще из какого количества источников. Это царство по-настоящему. Царство мертвых. И попав туда, выбраться не может никто, даже боги, из-за непроходимой реки Гюль. И чудовищного пса Гарма, который единственную переправу сторожит. И переправа эта строго в одну сторону. Ну, конечно, это нам всем сразу напомнит и греческий Аид, и реку Забвений, и пса Цербера. Единственный, кто зашел в Хельхайм и вернулся, это Хермунд. Посланник Одина, который ходил в Хель, чтобы уговорить вернуть оттуда всеми любимого бога Бальдра, безвременно погибшего. И вот именно в Хель, как в некое место, которое очень надежно, в германской традиции низвергаются всех тонические монстры. Начиная с волка Фенрера, который в конце концов должен будет вместе с многими другими интересными персонажами оказаться на корабле из ногтей мертвецов, на Гольфаре и выйти в мир живых, чтобы уничтожить его полностью вместе со всеми богами. Будет битва. То есть, понятно, что в этой битве будут сражаться боги и люди, то есть, люди живые. И Один совершенно очевидно властвует не над всеми умершими. Над какими? Всех, кто хоть чуть-чуть интересовался скандинавской мифологией, вспомнит слово Энхери или Энхериар. Энхериар – это дружина этих самых Энхериев, собрание Энхериев. Энхери – это герои. Герои, которых Один буквально селекционирует. Он их просто выводит. Для чего? Для того, чтобы отобрать потом и призвать к себе в дружину, на службу. И в классическом представлении Энхерий – это не просто воин, а воин, погибший в сражении. Потому, что Один – это бог-убийца, помимо всего прочего. Это и бог знания, конечно, и бог, властвующий над другими богами, но это и бог поэт. Это бог вдохновения, но это, конечно, не просто бог воин, а бог-убийца. Причем подлый, потому, что он дает 9 побед своим героям. А на десятую, когда уже герой готовится победить, Один приходит лично и убивает героя. Или посылает своих подручных валькирий, которые должны будут унести его с поля боя. Для чего? Понятно, чтобы он своим присутствием украсил дружину Энхериев. Но это, конечно, очень поздний конструкт. Я так более-менее подробно на нем останавливаюсь, мало ли кто-то не в курсе. Но все, кто хоть краем уха слышал об этдических мифологемах, знают, что Энхерий – воин Одина – это человек, погибший в бою с мечом, с оружием в руках. Мы вспомним сейчас древний фильм «Викинг» с Данилой Козловским, а «Викинги» здорового человека с Керком Дугласом, папой Майкла Дугласа. Вот там это постоянно проходит рефреном, что когда главный герой, один из главных героев, пронзенный мечом погибает, и он просит вложить ему в ладонь меч, потому, что дальше он в Вальхавлу не попадет. И зачем это вообще все было тогда? Но это очень поздний конструкт. И опровержением служит легендарный Рагнер Лодброк, зажаленный насмерть гадюками в яме и изуродованный в дебильном сериале заодно. В яму с гадюками его скинули Нортумбрийцы, короля Эллы, а в сериал, сами знаете кто, не будем к ночи поминать. Что говорит перед смертью Рагнер Лодброк? Битв у меня было восемь, признанных знаменитыми. Много раненых мною, пятьдесятый один. Мне и не снилось, что станут смертью моей змеи, то случается часто, что меньше всего ожидаешь. Мы видим, что перед смертью он перечисляет свои победы. Он ранил пятьдесят одного человека, он одержал много побед, он участвовал в массе битв, он великий воин, погибает он отнюдь не с оружием в руках, погибает он, прямо скажем, нехорошо, и в обыденном представлении тринадцатого, четырнадцатого века, то есть, реконструирован на представлении, он в Вальхалле вообще-то совершенно никак не обязан. Он не пойдет туда. Но Рагнер Лодброк в саге о нем отходит на тот свет, спокойно перечисляя перед воротами неведомого, кто он собственно такой. Он удостоверяет, что он нормально войдет в ряды инхериев, он в этом уверен, то есть, его ждет Вальхалла, по его собственному видимому убеждению, главная цель жизни воина. Более того, в Вальхалле часто оказываются даже женщины. То есть, часть Валькирии, как мы знаем, по сагам и скальнической поэзии, это вполне земные создания дочери конунгов, то есть, знатные женщины-девушки, которые так или иначе покидают наш мир и их призывают в ту самую Вальхаллу, но позвольте, это же женщины, они же не относятся к воинскому сословию никак. Но даже женщины оказываются в Вальхалле. То есть, нужно просто прожить достойную жизнь, ну, достойную с точки зрения, конечно, германского военного. У нас такая достойная жизнь довольно точно описывается в статьях Уголовного кодекса. То есть, лучше бы нам с такими достойными людьми не встречаться. Тогда нравы были несколько другие, несколько проще, и условия жизни другие. Поэтому все статьи Уголовного кодекса у нас, ведущие к наказанию, у них являлись явно достоинствами. То есть, это незаконное, точнее, вполне незаконное отношение. Оружие, в том числе, скрытое. Это массовое убийство, изнасилование и все прочее. Поджоги, кражи, грабеж, разбой – это все было нормально для древнего германца. Главное, со своими такого не делать, с окружающими можно. Так вот, представление об Эйнхириаре, в отличие от того, что там написалось Нори Стурлусон, дорастет его борода бесконечно. Судя по всему, довольно древние. И отражаются они даже в этнонимике. Почему я так уверенно говорю? Мы хорошо знаем древнегерманское премиа Герулов, которые, согласно Прокопию Кесарийскому, вышли из Скандинавии и после разгрома в 512 году вынуждены были вернуться обратно. Об этом говорит масса источников, более точная локализация их. То, что вышли они не просто из Скандинавии, а из Дании, то есть, из Ютландии. Потом они вынуждены были возвращаться обратно, там уже к тому времени было занято ютами. И пришлось идти в Швецию, в землю Гётов. Вот сейчас мне скажут, ага, Гёты – это готы. Нет, товарищи. Гёты – это ни в коем случае не готы. Гёты – это романизированное прочтение германского термина йоты. То есть, это как раз тоже йоты, юты – это прямые родственники. Это Южная Германия, сконы там тоже проживали те самые юты. Ну, что такое герул? Естественно, герул – это то, что мы знаем, например, из Прокопия или из Йордана, например. Это херул. Это латинское слово – херули, то есть, герулы – множественное число. Слово латинское. Или мы знаем его в греческой транскрипции – эрулой, то есть, множественное от эрул. И то, и другое. Оно даже не с точки зрения лингвистики, оно уже на слух кое о чем напоминает. Если не напоминает, я сейчас вам расшифрую. С точки зрения лингвистики оно идеально укладывается в древнегерманское слово эрелас со значением владыка или хозяин, рун, маг или воин. Это мультизначение этого слова. Замечательный исследователь Бернард Мисс в 2003 году доказал, что и эрелас, и эрелар, как множественное число – это апофоническое нуля, обляутное – одно и то же форма родственного англосаксонского слова эорл, производное от эорн. А эорн – это тот, кто сражается, то есть, воин. А эорл, как вы легко можете догадаться, это то же самое, что ярл. То есть, знатный скандинавский воин. Самый знатный, который стоит перед конунгом. Дальше уже королевские титулы следуют. Понимаете, что целое племя, а может быть даже союз племен называли себя ярлами. Ярлами, то есть, воинами, при этом не просто ярлами, а еще и владыками рун, а еще и, пожалуйста, колтунами. Целое племя, которое вынесло вот эту самую функциональную особенность в этноним. Кстати говоря, большой вопрос. Точно ли они сами себя так называли, или это только у них элитная прослойка так себя называла? Большой вопрос. Мы, наверное, сейчас не сможем на это ответить. Так вот. Тот, кто сражается. Воин. Ну, а это апофания. Это для индоевропейских языков вообще форма очень обычная. Форма чередования гласных в составе одной морфемы. То есть, вот. Собирать. Соберу. Сбор. Собрать. Или неправильный глагол английский, все вам хорошо известный. Wrote. Written. Или немецкий. Геномен. Называть. Так вот, кем же были эти самые герулы, а точнее эрилар. То есть, эрилы. И откуда такое странное, казалось бы, даже парадоксальное внутреннее противопоставление. Маг. Воин. В одном слове. Слово, кстати, фиксируется приблизительно с 3-5 века нашей эры. Потому, что есть знаменитая древко копья из Крагихула. Это, опять же, Дания. Где-то около 3-го века до нашей эры. И там есть вырезанная руническая надпись. Кстати говоря, потрясающая. Мне она очень нравится. Звучит она так. Эк эрилас аус гесалас муха гайте ага га га. Переводится так. Я эрилас асов потомок мухой зовусь га га га. Ну, га 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 это, видимо, не гы 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 и не бу га га. А это что-то вроде ура. То есть, воинский клич. Тут эрилас явно не имя собственное. То есть, имя собственное у него явно совершенно муха. Мухой зовусь. Муха, кстати, это муха. Ну, то есть, это биии. Вот это... То есть, видимо, человек был не очень большого роста. Очень быстро с хорошей реакцией. Ну, я так подозреваю. Эрилас тут не имя собственное, а какое-то групповое, возможно, племенное. Возможно, этносоциальное определение. И, кстати, если мы копнем подобных надписей море. Из примерно одних и тех же регионов происходящее. Вот знаменитый линдхольмский амулет костяной из сконы. Широко датируется, там не очень все понятно, между вторым и четвертым веком нашей эры. Вот древко копья из Крагихула. На брактиатах из Эскоторпа Эф и Висбю Эф там есть надпись очень простая. Экэрилас. То есть, я эрул. Братсбергская пряжка. Там надпись тоже. Экэрилас. Я эрул. В Розеландии Эквагигарилас. Надпись. Эльтхеймская пряжка. Вот там отлично тоже надпись. Это почти полностью аббревиатура. Как-то страшно любили скандинавы. МКМ. Эр Эл Автра. Рунологи бились долго над ней и уверенно интерпретируется как Я Эк Эрла Врта. То есть, Я Эрла написал это. То есть, Эрла. То же самое, что Герул. И, наконец, шестой век. Ярсбергский камень из Швеции. Прям такой высокий столб. Очень красивый. Там рунами буквально высечено следующее. Меня зовут Лейбас. Меня зовут Храфн. Я Ирил. Написал эти руны. То есть, появление целой... Не маленькой. Общности, которая ассоциировала себя с профессиональной военной средой. Которая сочетает в себе и функции. То есть, все функции необходимые. Высших варн. Если мы говорим в индийских терминах. Это и кшатрии. Маги. Прошу прощения. Брахманы. Маги. Это и кшатрии. Воины. В одном. Это явно след той самой постепенной. Да даже не постепенной. А быстро. Сильно усложняющейся. И так-то изначально непростой. Но все более усложняющейся жизни великого переследия народов. Где места брахманам просто нет. И остановились мы на герулах. Совершенно не зря. Если целое племя называет себя таким образом. То есть, маги-воины одновременно. То это явно сигнал. Согласитесь. То есть, уже к третьему, пятому веку. Уж к пятому то точно. Представление об... Почему я говорю к пятому? Потому, что в конце четвертого начинается в Европе великое переселение. К пятому там уже всем все ясно. Уже римская империя вот-вот падет. И она уже пала. И начнется кровавая баня. Которая будет продолжаться все темные века. И так. К третьему веку представление об избранных войнах уже присутствует. И вот тут-то нужно сделать некую реконструкцию, которая на мой взгляд вполне очевидна. Я бы сильно удивился, если бы главным богом Герулов не был бы Водан. Видимо, это одно из самых ранних уже не социальных групп, а целых племен, которые принесли Водана как мультифункционального бога воинов на своих щитах и фрамеях. То есть, копьях. И тут мы, конечно, можем поругать меня за очень смелое обобщение. Да, я причем ваши интеллектуальные удары приму. В данном случае это моя интерпретация. Точно доказать ее вряд ли получится. Хотя косвенные доказательства есть прямо в названии. Потому, что воин и колдун владыка Рун. Знаете, что это такое? Это прямо Кёнинги Одина. Так вот. Все равно ваши интеллектуальные удары я приму. Но мы же знаем отлично, что с развитием общества наверное большинство племен нашей планеты Земля приходят от чистого политеизма. То есть, от чистого многобожия. Когда есть очень много богов, которые буквально исходя из палеолитического и ранненеолитического анимизма населяют все. То есть, там камни. Вот тебе, пожалуйста, бог грязи. Вот там бог туалета. Бог первого шага ребенка. Бог последнего вздоха. Короче, везде духи. Кругом духи. Так вот. Общество с развитием приходит постепенно от чистого политеизма к монолатрии. То есть, единопоклонению. Когда да. Все перечисленные духи существуют. Да. Более того, они могут быть очень важны. Как например, духи предков для индоевропейцев. Вообще-то, почитание предков для всех индоевропейцев. Почитание предков – это колоссальная часть религии. Не только, конечно, у них. Но у них в том числе. Но есть один бог. Самый главный. К которому все поклоняются. Как правило, только в данном племени. Если это племя начинает побеждать всех. Или не это племя, а некие воззрения, которые поддерживают группу людей, общавшиеся с этим племенем. То постепенно все остальные боги у других племен подтягиваются в единый пантеон. Где есть один главенствующий бог. Таким образом, когда из одного племени получается союз племен. Центральное племя, собравшее вокруг себя всех, навязывает в качестве монолатрической фигуры своего центрального бога. Мы это отлично знаем по примеру повести временных лет. Когда первая религиозная реформа князя Владимира заключалась в том, что он просто свез всех богов, всех подвластных ему славянских племен в Киев. Поставил их в одно место. И главным среди них утвердил собственного бога. Перуна. И таких историй много. Потому, что общее смешение греческих племен, установление полюсного строя. В конце концов, главенство в разное время разных полюсов. Афин, Фив, Спарты, Каринфа. Неважно. Оно утвердило главного бога Зевса. Скорее всего, когда-то, когда эти племена ахейцев, дорийцев только встали на путь формирования монолатрии, и у каждого племени какой-то самый почитаемый бог был свой. Но потом они смешались и получился пантеон. Который мы теперь все хорошо знаем. 12 олимпийских богов. Поэтому нет ничего невозможного в том, чтобы какое-то северогерманское племя, атаковавшее зажравшиеся южные страны, имело какого-то отдельного в самом деле ото всех бога. Хорошо знай и почитай всех остальных, но в качестве чего-то более вспомогательного. При чем тут инхерий, скажете вы? Во-первых, если у вас есть целое племя, которое почитает больше всего Одина, Водана, а похоже на то, прямо скажем, то они явно совершенно стремятся стать инхериями. Не факт, что у всех получится, как и мы далеко не все внедим в царство небесное, но старания, видимо, должны были прикладывать. При этом термин инхерий известен уже Корнелию Тацито, в первом веке. В своей замечательной Германии, если вы до сих пор не читали, обязательно прочтите, Тацито описывает воинов племенного союза Лугиев, которых он называет Хари. Это выдающиеся свирепостью воины с черными щитами, которые имеют обыкновение нападать по ночам, измазавшись черной краской и наводит ужас буквально на всех своих врагов, потому что, как пишет Тацито, в любой битве глаза терпят поражение первыми. Ну, понятно. Если ты испугался, то уже дальше половина дела сделана. Уже упоминавшийся мной Рудольф Зимик уверенно отмечал этимологическое сходство слов Хари и Эйнхари. Тем более, что это правдоподобно, потому что Тацито, Лугиев и Хариев, естественно, помещают в Швецию, туда, откуда вообще пришла описанная в средние века традиция. То есть, эдическая традиция. Хари, как некая родственная по функциям группа, имеет родственников уже с другой стороны, потому что это просто обычный мужской союз, который хорошо был известен. Ну, конечно, чаще всего не в виде огромного племени, а в виде замкнутых дружинных структур. Германцам. То же самое. Мужские союзы мы знаем. В Спарте. Конечно, мужской союз – это и наша русская славянская дружина. И так далее. Это переносится иногда на целые племена. Эйнхари, вот эти Хари, они же описаны напрямую. Заметьте, это еще даже нет вообще-то четко подтвержденного термина Вальхала. Нет четко подтвержденной функции Одина, как собирающего эту самую дружину, но мы уже имеем этот самый термин, что явно указывает нам на эволюцию воззрений в том числе. Причем эволюцию, зашедшую уже довольно далеко. Хотя, наверное, распространившуюся вообще-то не на всех германцев. Очень сильно не на всех германцев. Ну, вот герулы, они же иорлы, они же иорны. То есть, те, кто сражаются, и при этом мастера рун. То есть, одновременно воины, то есть, те, кто сражаются, и мастера рун – это маги. Совершенно однозначно, потому что владыка рун – это всегда маг. И заодно, кстати, повторюсь, это Один. Один – это его кёнинг, его определение. Что такое воин-маг? Казалось бы, довольно странно. Потому, что мы знаем, есть в прекрасной эпической саге Джона Рональда Руила Толкина воин Боромир и воин Арагорн, а есть Гендальф, то есть, маг. Кстати, Гендальф – это тоже имя Одина. Серый странник. Они не сочетаются. Причем Гендальф же, как правило, опять же, я сейчас привожу как пример художественный текст, но ведь Джон Рональд был далеко. Непрост. Очень сильно непрост. Он лучше на всех вместе взятых знал, что такое германские мифологемы. Их очень тонко вплел в свое повествование. А иногда и не тонко. Иногда и предельно толсто. Там все эти гномы, у них половина имен напрямую из скандинавских легенд и мифов слизаны. Так вот, Гендальф не вмешивается в бой, как правило. Или вмешивается ограниченно. То есть, он никогда... Вот за всю книжку мы не найдем, чтобы он там взял и кастанул какой-нибудь фаервол, который сдует половину вражеского войска, потом молниями всех зафигачит. Хотя это маг огня. Он должен быть вообще-то как Тос Буратино – опаснейшее оружие. Но ничего похожего он не делает. Он предоставляет людям и Арагорну, и Боромиру разбираться. Давайте сами. Ну, вот фигура, синтетическая фигура именно Арагорна – это одновременно и воин, и маг. Она, опять же, Толки нам подчеркнута именно отсюда. Из скандинавских и даже шире германских легенд. Потому, что... Что такое... Кстати, об этом написано уже в научной, строго научной форме. В прекрасной книжке Франко Кардини «Истоки средневекового рыцарства». Я ее призываю всех прочесть. Только ни в коем случае не по-русски. Обязательно по-итальянски. Она, к сожалению, на русский переведена отвратительно. Нет. Она переведена хорошо. Но она на две трети кастрирована просто. У нее отрезали весь научный и весь полемический аппарат. Это преступление, на мой взгляд. Истоки средневекового рыцарства. Там целая глава посвящена воину-магу, воину-шаману. Потому, что... Мы на этом практически закончили нашу предыдущую беседу. Потому, что... Что такое вода? Что такое од? Ода до вдохновения. Которое доступно одновременно. И однокоренное оно. И у шамана. Или мага. И у воина. И мы видим, наверное, гигантский пласт вообще индоевропейских народов, которые так или иначе связаны с тем корнем, откуда вышли в том числе и германцы. Например, сарматские захоронения. Или скифские захоронения. Особенно сарматы. Те самые люди, которые так или иначе через поколение передали свою традицию, самое главное, тяжелоконного копейного боя в Европу. Они сами, конечно. Но они к этому были причастны. Так вот. Одежда усеянная... Причем, заметьте, не доспех. Одежда. Одежда усеянная сотнями, иногда тысячами, как правило, золотых бляшек. Головной убор с шумящими подвесками. Вот это вот все сверкающее, блестящее, набрано из неких чешуек. Это однозначно шаманское деяние. Т.е. Оно имеет прямые аналогии в практически любой шаманской культуре. Пускай менее развитой, менее вычурной. В смысле употребления серьезных ювелирных изделий и драгоценных металлов. Шумящая одежда. Еще, заметьте, опять же, недоспех. Это гражданская одежда. Которая, видимо, использовалась в ритуальных целях. Шумящая одежда – это то, что отпугивает злых духов. То, что поражает их своим блеском. Потому, что золото – это солнечный металл. Он должен сражать все злое и нехорошее, что направлено как на человека, так и на племя, которое он защищает. То есть, таким образом шаман выступает в качестве воина на той стороне реальности. И если мы, опять же, посмотрим на этих знаменитых золотых людей, которые так или иначе археологи находят постоянно, которые целиком буквально покрыты золотыми этими бляшками, то мы увидим однозначное сходство между доспехом и гражданской одеждой с этими нашивками. Таким образом доспех, вот этот самый чешуйчатый доспех отличается от обшитой одежды, только тем, что пластины стальные, ну или бронзовые. То есть, более прочные, более толстые и сшитые внахлест. Так, чтобы быть непроницаемыми для оружия. Но они точно так же звенят, они точно так же шумят. И точно так же должны удержать сначала идею враждебного, скажем, копья, который, конечно, направляет злой дух от некоего ментального тела. И только потом отразить это копье, когда оно уже в материальном виде долетит до вас. Это, с одной стороны, с другой стороны, воин. Как мы это видим буквально с очень седой древности. Вот прямо с схватки между Индрой и Вритрой. Индра идет в бой, объединенный соком Соммы. То есть, не объединенный, а вдохновленный. Это объединение совершенно по-другому трактуется. Это не то, что он там 200 грамм хлопнул и пошел, значит, змее голову отрубил. Нет. Это совершенно другое. Он идет объединенный соком Соммы. То есть, Сомма, мы когда будем говорить об меди-поэзии, на ней очень сильно и подробно остановимся. Сомма – это то, что пробуждает вот это самое вдохновение. Но Сомма – это же и то, что пьют боги для того, чтобы оставаться бессмертными. Кстати говоря, Сомма – это при этом еще и сам бог. Это с одной стороны напиток, с другой стороны божество. Вот такая мультифункциональность. Так вот, а раз это употребляют боги, прошу прощения – это шаманский напиток. В любом случае. Или идея напитка, потому что прийти в экстатическое состояние любой уважающий себя как шаман, так и воин должен без употребления глюкал. То есть, вот он представил себе, что воевать нужно, и вот он уже готов к войне. И более того, может быть, даже так еще и эффективнее. То есть, воин и шаман имеют однокоренную природу своего вдохновения. Как я уже говорил, сейчас я об этом чуть-чуть подробнее скажу – это же и вдохновение поэта. И вот именно этих людей коллекционирует Один. Ну, конечно, в поздней традиции, видимо, опять же, когда мы говорим о 3-5 веке нашей эры, это представление не сложилось вполне или вообще еще не сложилось. Только начинает свое путешествие на странице истории и по ступенькам главенства, вообще в религиозном смысле. Ну, вот опять же, то, что уже целый народ, один народ называет, племя называется Эрули, Эорлы, а другое – Хари, Эйнхари – это о многом говорит. Прямо скажем. Это указатель, ясный совершенно, лингвистически идеально выверенный и показывающий то, что процесс как минимум начался. Кто наследует по смерти? Что такое фигура этого самого идеального героя Эйнхерия? Типичный пример – это несчастный Старкад из саги Агао Трекки. У Старкада была очень непростая судьба, прямо скажем. Кстати, сага Агао Трекки на русский переведена не так давно, если я не ошибаюсь, но уже точно она на русском есть в интернете. Можете посмотреть. Очень, кстати говоря, красивая и интересная сага. Старкад – это воин, обреченный… да, воин и поэт. Воин и поэт, обреченный быть непонятым. Обреченный прожить очень долгую и предельно тяжелую жизнь, потому, что он проклят своим даром, а точнее своими дарами. Он велик во всем, буквально во всем, но он не может воспользоваться своим величием и, в конце концов, да, прожив долгую жизнь, вынужден погибнуть. Вот как описывается начало его карьеры. Ну, по крайней мере, смысловое начало его карьеры. Так-то он, конечно, и раньше немножко куролесил. Конун Гвикар, извините, будет сейчас очень длинная цитата, но она очень важная, поэтому потерпите. Конун Гвикар отплыл из Агдира на север, в Хёрдланд, и у него было большое войско. Он надолго встал на якорь у одного острова, поскольку дул сильный встречный ветер. Бросили гадательные дощечки о попутном ветре, и выпало так, что Один желает получить из войска человека по жребию, чтобы повесить. Это, кстати, отдельная история. Мы поговорим о повешении, и о жертвоприношении вообще. Тогда кинули между людьми жребий, и выпала эта доля Конун Гвикару. Оттого все преумолкли, и было решено следующим днем, что советники соберутся по этому трудному вопросу. Ну, понимаете, короля сейчас повесят, ну, вообще здорово. Никто такое делать, конечно, не будет. Ночью около полуночи грани конский волос разбудил Старкада, своего воспитанника, и велел идти с ним. Они берут небольшую лодку и гребут к одному островку у их острова. Они поднялись к лесу и нашли в нем одну поляну. На поляне находилось великое множество народа, и устроен был Тинга. Ну, то есть, совет. Воседали там на престолах 11 мужей, в то время как 12-й пустовал. Кстати, вот это тоже потрясающе, потому что это одновременно это и мотив 12 олимпийских богов, да и в конце концов сказка 12 месяцев, где есть очень похожая сцена. Помните ее? Они прошли на Тинг и сел грани конский волос на 12-й престол. То есть, ничего себе воспитанник Старкада, как он вообще-то заявился. Ну, я, конечно, не Зевс, но, знаете, наверное, будь Гефестом. Мне пойдет. И тут все приветствовали Одина. Кстати, кто появился. Он сказал, что судьи должны присудить долю Старкаду. И тогда взял Тор слово. То есть, там раз и Тор появился. Нормальный такой. Нормально на Тинг заехали вообще парни, кто бы мог подумать. Думали прийти по встречаться с митрополитом Кириллом, а там Иисус Христос. Вот такая незадача. Тогда взял Тор слово и сказал, Альфхильд, мать отца Старкада, предпочла в отцы своему сыну мудрого Йотуна, а не Аса Тора. Йотун – это великан. Аса Тор – это ас Тор, собственно говоря. То есть, Альфхильд не дала Тору, а дала какому-то великану. Тор очень обиделся и сейчас отомстит. И говорит Тор. Тор – я определяю Старкаду, что он не будет иметь ни сына, ни дочери и так завершит свой род. А Один ответил. А я предопределяю ему, что он будет жить 3 людских века. А Тор сказал, он совершит позорное деяние в каждом из них. А Один ответил. Предопределяю ему, что он будет иметь лучшие оружие и одежды. Тор сказал. Определяю ему, что он не будет иметь ни страны, ни земли. Один сказал, я дарю его тем, что он будет иметь движимое имущество Тор сказал, так постановлю я ему, что он никогда не будет считать, что то, что он имеет, ему достаточно Один ответил, а я дарю ему победу и мастерство в каждой битве А Тор сказал, так постановлю я ему, что в каждой битве получит он опасную рану Один ответил, я даю ему талант скальда, так что будет он столь же быстро сочинять стихи, как и говорить Тор сказал, он не запомнит того, что сочнит Один сказал, предопределяю ему, что он будет почитаться превыше всех меж лучшими и уважаемыми людьми Тор сказал, и он будет ненавидим всем народам Вот прямо скажем, лучше бы Старкад со своим воспитателем никуда не ездил Потому что можно было в конце концов прожить нормальную жизнь, шансы были Но вот посмотрите, что ему определили Великую судьбу и великие несчастья, которые будут преследовать его буквально всю его очень долгую жизнь Он будет сочинять стихи, не запомнит ни одного Он будет сказочно богат, но он не сможет даже понять, что это такое с ним И свое сказочное богатство он никогда не сможет употребить на что-нибудь себе полезное То есть, он будет скиталец по факту, не понятый никем, ненавидимый буквально всеми, кроме его коллег-воинов Вы скажете, что это за ужас с ним вообще-то сделали эти 12 подонков, которые там засели А я вам скажу, это не ужасы, более того, это не рэп-баттл между Тором и Одином Которые там в тяжелом весе выступили, нет Они делали из Старкада идеального героя Как его понимали вообще, ну да, будущие викинги И история-то вообще старая Это сага о Гаутреке Это из сага о давних делах Которую самую знаменитую вы знаете Сага о Вельсунгах исландской Так вот, это портрет героя Которому на земле нет места И вообще-то у него есть одно устремление Чтобы в конце концов уже покинуть эту мерзкую юдоль И оказаться там, только там, где его могут понять среди богов Он им буквально равен Да, конечно, рангом пониже, но он равен им Это вообще-то одно из очень подкупающих мест древнегерманской И конкретно скандинавской мифологии Потому что люди не выступают в этой религии в страдательном залоге Потому что люди это такая же часть важная мира религии, как и боги Не менее важная Потому что люди в конце концов должны будут определить свою судьбу сами Чего мы не видим в массе других религий Старкад это готовый буквально инхерий Который нарастит такое мастерство в итоге Что когда он окажется в дружине и уходя Он будет ему очень полезен И полезен именно не только тем, что он лихо машет мечом Хотя и этим тоже Он полезен тем, что он вдохновенен У него буквально, если не в имени У него в душе этот самый ввод Прошит, как мы сейчас сказали Ну и второй портрет готового инхерия Это Эгель Скалагримсон Житие которого описано в знаменитой саге об Эгеле Одно из самых длинных и прославленных родовых саг всей Исландии Эгель Скалагримсон Это как бы это Когда капитан Америка пытался стебать Тони Старка В известном фильме Он ему сказал А вот у тебя есть только костюмы Если убрать твою железяку Кем ты будешь? Он скажет Миллиардер, гений, филантроп Так вот Если бы спросили у Эгеля Скалагримсона Вот если у тебя там все эти твои мечи И ты забрать Кем ты будешь? Мизантроп, убийца, изгнанник Вот это вот он и есть Мизантроп, убийца, изгнанник А еще это исландский Пушкин Без всяких преувеличений Это Пушкин 10 века Кстати говоря, у них судьба довольно схожая У нашего реального Александра Сергеевича И Эгеля Скалагримсона Которого мы знаем только из саги записанной В 1220-х годах Умер он где-то около 980-990 980-980 года То есть, умер он В 90-е годы 10 века Вот так вот Не пережил 90-х Так вот Кто такой Эгель Скалагримсон? Эгель Скалагримсон это удивительный на самом деле человек Который выступил В качестве новатора Вообще Исландской поэзии Если не стилистического То, конечно, смыслового Он придумал массу кёнингов Которых раньше до него не было И после него осталось просто Колоссальных размеров творческое наследие Которое дошло, конечно, до нас В очень сильно урезанном виде Но вы представляете Мы из 10 века знаем Три его большие поэмы 46 вис Две щитовые драпы Ну, то есть, песни Щиту И некоторые люди Огромный, на самом деле Если представить себе Массив текста Который дошел до нас А 60 века И кто такой Скалагримсон? То есть, это сын Скалагрима То есть, лысого грима всего лишь Ну, скала Это лысый, значит И сага очень просто говорит Почему его так назвали? Да потому, что папа у него был лысый И звали его Гримм Все Поэтому он Скалагримсон Но это все не так просто Точно так же, как и воспитатель Старкада Который отвез его Да Граниконский волос Который отвез его в непонятное Точно так же и с папой Эгеля Эгеля, кстати, переводится как клинок С папой Эгеля не все ясно Потому, что Видимо, когда в 13 веке сагу записывали Уже полного понимания смысла Этого имени не было Но Скалагрим Это одно из имен Одина То есть, Эгель Это Ну, понятно, что, конечно Его всерьез-то никто с именем Одина не считал Но Судьба, которую плетут На своих прялках Богиня судьбы Она определила ему оказаться В самом деле настоящим сыном Одина Потому, что у него был Брат Торольф Он был, в отличие от Эгеля Совершенно другого рода человек А какой был Эгель? Уже когда он был буквально Четырех-пяти лет Стало понятно, что мальчик вырастет Злобным На редкость злобным Очень некрасивым Потому, что у него будет Здоровенная нижняя челюсть Приплюснутый нос Толстенный лоб Мощные надбровные валики Слегка сутулый Голова вперед Здоровенные плечи Черные волосы Что прямо это Уже что такое И глаза на выкате Ну, то есть Ой И при этом чудовищно омерзительный Неуживчивый характер При этом его брат Это Красивый Покладистый Очень умный Быстро соображающий Легконогий Короче говоря С отличным характером Если их сравнить вместе То вот мы увидим Дионисийское В греческом Понимании В греческой терминологии Это Эгель Конечно И Аполлонийское То есть Торольва Вот Два брата Но это две стороны Одной медали Причем, что удивительно Когда в конце концов Брата-то его доведут Он вынужден будет убить человека Зарубить его Он над его трупом скажет Вот я и стал настоящим поэтом Заметьте Не убийцей Поэтом А Эгель Будет всю Жизнь Которая описана В саге Очень подробно Заниматься тем Что во-первых Он начнет свою карьеру В семь лет Во время игры в мяч Когда его обыграет Один двенадцатилетний мальчик Ему было семь лет Напомню Он пошел В обоз Взял топор И Проломил Мальчику голову Это Прямо Семи лет Явился Его замечательный характер Так он дальше И дальше будет Он будет заниматься тем Что будет убивать людей Изуверскими Зачастую Способами Участвовать в поединках Сражаться с берсеркерами Оказываться в изгнании И постоянно Рифмовать Он постоянно Безостановочно Рифмует Причем Рифмует Классно Если иметь в виду Соскальдическую поэзию Невозможно Изменить То есть, ее можно полностью Забыть Если вы ее помните Вы ее помните Целиком То поэт был Прямо скажем Незаурядный Одна его Песнь О потерянных сыновьях Чего стоит Это очень круто На самом деле Надо ли говорить У него было четыре сына И все они погибли Из-за него Мы видим Что Есть некий намек На то Что это сын Одина Не в физическом смысле А в смысле Метафорическом И этот сын Одина Он опять же Не понят На земле Никак Он вынужден постоянно Сражаться Вынужден постоянно Быть в пути И в изгнании Вынужден примыкать К сильным мир И сего Чтобы потом Сбежать от них И Постоянно писать стихи Он постоянно Вдохновенен Заметьте Не его прекрасно Прекрасноликий Красивый Покладистый Умный брат А Маргинал И мизантроп Эгель Именно он Постоянно Сочиняет великолепные стихи Буквально Там половина из них Произнесена Над трупами врагов Свежеубитых Ну конечно Самая любимая история Как на Перу У короля Он поссорился С одним человеком Повалил его Придушил Наблевал И вырвал глаз руками Вот это я понимаю Вот это выступил Так выступил Это прям Самый лучший Самый лучший момент В саге об Эгеле Да Ну кстати говоря Умер он Получается То ли в 80 То ли в 70 То ли в 80 лет Это для скандинава Того времени Невероятно Долгая жизнь Учитывая дарование Повторюсь Это как истаркад Это прямо готовый Готовый портрет Настоящей военхерии Правда конечно Для Эгеля Скалагримсона Который умер В конце 10 века Было совершенно Понятно Наверное Что Ему очень нужно Спешить Потому что Рагнарёк То уже наступает А может быть Уже наступил Где-то уже возможно Без него Сражаются В последней битве Потому что В это время Это Закат эпохи Викингов Настолько тяжелое Было положение Вот у таких людей Что они понимали Что они здесь Абсолютно Лишние И только У всеотца У отца Поэтов И отца воинов Они могут найти Свое место Они конечно Стремились туда В этом кстати говоря Лежит Один из Идеологических корней Ключей к разгадке Эпохи викингов Почему они так Чудовищно себя вели Неужели просто потому Что они были садисты Хотя конечно И поэтому тоже Но Все как обычно Не так просто Но об этом не просто Я уже что-то Совсем перебрал Хронометраж Сколько я уже Наверное часа полтора Изъясняюсь В следующий раз Мы поговорим О том самом вдохновении Которое накрывало Постоянно То Старкада То Эгеля Скала Гримсона То еще много кого И в конце концов Первым то оно накрывало Одина Вот мы поговорим Об этом вдохновении Конкретно Следующая серия Как я и обещал У нас будет называться Мед поэзии На сегодня все Оставайтесь с нами До встречи Чуть не сказал Вальхами Не дай бог